Привет, студенты! Ты смотришь Универа Ньюз. Специально для тебя самые свежие новости студенчества с собой. Сегодня я, Диана Шилова. Сегодня ты увидишь. О грядущих событиях состоялось первое в этом году заседание ректората Казанского федерального университета. Каковы социальные проблемы здравоохранения, рассказали на международной конференции «Экономика в меняющемся мире». Даешь инновации в образовании, учителя Казани предлагают новые идеи. 24 апреля состоялось очередное заседание ректората Казанского федерального университета под председательством ректора Ильшата Гафурова. Подробности смотри далее. После длительного перерыва во встречах такого формата повестка дня получилась достаточно обширной. Напомним, что заседание 24 апреля стало первым в 2017 году. Традиционно ректорат разобрал вопросы, требующие практического решения. От подготовки к началу приемной кампании будущего учебного года до организационных моментов проведения года Лобачевского. Обсуждению стратегии проведения этого масштабного проекта был посвящен отдельный вопрос. К главному событию года Лобачевского вручению одноименных медалей премии отнеслись с особой серьезностью, ведь оно должно прогреметь на очных кругах. Акцентировали внимание даже на создании собственных медалей, к его разработке подключаются геральдисты. Есть предложение, давайте мы выбор человека, которому будет вручаться, оставим на фокус, а медаль все-таки это медаль университета. И мы четко давайте разделим, право это право университета, в какой форме, какие буквы писать, как медаль делать. Давайте мы один стандарт сделаем с одним переплетом, напишем, что это посвящено 225-летию Николая Лобачевского. Может быть, было бы правильнее, если бы мы могли открыть конкурс на это дело. Здесь же был поднят вопрос по созданию музея наук, включающего музея Николая Ивановича Лобачевского и музея физики. Тематическая структура музея физики построена по фронтологическому принципу и включает в себя три больших раздела. История физики древних и средних века, история физики полуференосации физика, 18-19 века и физика 20-х века. В качестве наполнения базы для музея будут использоваться экспонаты, которые находятся в музее Казанского университета, в частности, в музее управления Забойского, будут взявлены модели некоторых экспонатов. Здесь будут представлены фотографии, тексты с информацией о открытиях, которые были сделаны физикой. Комплекс будет расположен в так называемом ректорском домике на территории исторического ансамбля главного корпуса КФУ и совместить в себе просветительской, аудиторной и музейной функции. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Ленардо Влитяров, Универ Ньюс. Редакция Универ ТВ приняла участие во всероссийском медиафоруме Универ Сити в Москве и заняла второе место. А мы продолжаем. Как часто вы посещаете городские поликлиники или больше предпочитаете частные больницы? С чем связан этот выбор? Все ли вас устраивает? О социальных проблемах здравоохранения поговорили на первой международной конференции в рамках форума экономика в меняющемся мире. Подробности далее. На сегодняшний день современных проблем в здравоохранении немало, но самой важной является альянс медиков и экономистов, ведь порой очень сложно экономически оценить, чем занимается здравоохранение, так как это достаточно затратная отрасль. И второе – мотивация здорового образа жизни. Такие проблемы были затронуты на пленарном заседании в рамках первой международной конференции «Социальная и экономическая эффективность управления общественным здоровьем – современные проблемы и тенденции». Важно отметить, что конференцию проводят кафедры менеджмента в социальной сфере Института управления экономики и финансов КФУ совместно с кафедрой философии и методологии экономики МГУ имени Ломоносова и университетской клиникой КФУ. «Сфера коммуникации между населением и государственным здравоохранением – это одна из наиболее важных составляющих сегодняшнего момента. Люди все больше выбирают частные медицинские центры, где ведется, к сожалению, не всегда системная работа со здоровьем человека. И наша задача сегодня, наряду с другими начинаниями в отрасли здравоохранения, создать дружелюбность, комфортную среду, чтобы человек не испытывал стресс, обращаясь за медицинской помощью». Конференция еще раз подчеркивает значимость и необходимость данных вопросов, которые актуальны и для государства, и для подготовки будущих кадров в системе здравоохранения. В пленарном заседании активно приняли участие студенты, аспиранты, магистранты, а спикерами выступили ведущие специалисты России. Вопросы, связанные с оценкой качества Казани услуг медицинскими организациями, подняла заведующая кафедры экономической теории и социальной работы Казанского государственного медицинского университета профессор Маргарита Максимова. «Человек привыкает к хорошему, получив хорошие услуги, он хочет, чтобы эти услуги и дальше сохранились качественными. Он развивается сам и тоже хочет, чтобы качество его жизни не повышалось. При этом всегда должны пациенты помнить о том, что от здравоохранения всего зависит 10% здоровья человека. И на 50% зависит от самого человека». Елизавета Евтифеева, Ленарда Влитяров, Универньюз. Современный мир разбился на два полюса – общепринятые традиции и новшества. Реально ли их совместить – смотри далее. Реализацию инновационных технологий в изучении гуманитарных предметов, а в частности истории общества знания, обсудили на Республиканской научно-практической конференции в стенах Казанского университета 25 апреля. Мероприятие объединило силы учителей, преподавателей, начинающих молодых педагогов и представителей Института развития образования Республики Татарстан. «Историческое образование всегда было приоритетным в отечественном образовании. И последние десятилетия очень много изменений. Изменения происходят и вот в эти годы». Представители Института развития образования Республики Татарстан выразили искреннюю благодарность за возможность проведения данной конференции на площадке Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ. Выбор именно на этот институт пал, конечно же, не случайно. Ведь именно здесь будущие учителя по истории и общества знанию получают ценную базу знаний с 1 по 4 курс. «Хотя с университетом сотрудничаем, с учеными университета сотрудничаем, мы их приглашали на творческие встречи». Во время проведения конференции участники обозначили и обсудили необходимость взаимосвязи инноваций и традиций в развитии педагогики. Но, как показывает практика, сбалансировать инновацию и классическую педагогику отнюдь нелегком. «Современный век, 21 век, дети все в компьютерах, в интернете, в соцсетях. Это непосредственно мешает очень сильно образованию. Дети до утра сидят в онлайн-играх, играют постоянно. Все-таки я считаю, что они используют компьютер и интернет не по своему прямому значению». Несмотря на сложности, инновации характерны не только в педагогике, но и в любой профессиональной деятельности. Учитывая этот факт, для участников конференции инновация в педагогике стала актуальным предметом изучения, анализа и обсуждения. Ведь инновации не возникают сами по себе, а являются результатом научных поисков, передового педагогического опыта отдельных учителей и целых коллективов. Аделя Шамилова, Роман Самарин, Универньюз. О инновациях в преподавании иностранного языка говорили в Институте филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого. На конференции выступили эксперты со всей России и из-за рубежа. Все подробности смотри далее. В Институте филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого Казанского Федерального состоялась конференция инноваций в преподавании иностранного языка. Это уже традиционная седьмая конференция, которая ежегодно проводится весной. Она собирает учителей как начальной, средней школы, так и преподавателей высших учебных учреждений со всей Республики Татарстан. В этом году на конференции выступит 16 экспертов из-за рубежа и со всей России. Мы привезли специалистов в области академического письма. Они говорят о том, как нужно правильно писать на английском языке для академических целей, как нужно правильно оформлять свои научные исследования. Они проводят мастер-классы и они оставляют свои материалы. В роли спикера выступил и профессор Елена Соловова, которая занимается созданием и разработкой ЕГЭ и ОГЭ. Она поделилась со слушателем своим опытом. И отдельным блоком у нас выступают специалисты Соединенных Штатов Америки, которых мы приглашаем в рамках сотрудничества с офисом английского языка американского посольства. В конференции приняли участие более трехсот делегатов. На этом наш выпуск новостей подошел к концу. Следите за нами в социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok